Если закончим эту битву, которая выглядит как марафон на самом деле, недели для неё было бы вот так достаточно, но судя по тому, как наш замечательный Юша вместе с Вспышкой только-только активизировался, оказывается 10 дней это правильное решение, потому что именно некоторым людям нужны дополнительные часы, чтобы прийти в себя и понять в какую мать его лужу они вступили, и что им тут надо собственно делать, так что я вас всех категорически приветствую, Антонио, привет всем, я понимаю, все устают, все уже задолбал, я смотрю онлайны на трансляциях там падают, это битва, все уже такие, блядь, сколько можно, заебало, ну чё делать, чё делать, такое, такое событие, и раз мы уж за него взялись, придётся его доводить до конца, даже у меня сегодня, кстати, было такое самочувствие из разряда, прям уже видосик лучше доделать, чем снова вляпываться, но я потом понял, нет, нет, все 10 дней, все 10 дней мы в битве, и только после этого я займусь личным каналом, прекратятся все совместные стримы, я буду только сам вместе с вами в своей лодке, так что Иван-Царь, Антоня, Виктор, Димка, один-второй, всех вижу, всех люблю, всех обнимаю, пошли, наверное, раскаточную проедем, ещё одну, может быть две, и потом пойдём присоединиться к нашему генералу, и будем уже рвать, собственно, туза. Плюс у меня есть очень сильный настрой играть максимально, выжимая из себя все соки, то есть играть максимально скиллово, потому что иначе какой смысл, какой смысл тут находиться и что-то вообще делать. Парамедик пришёл, Александр пришёл, родной уже попробовал два твоих напитка, один отправил родным, второй завтра передам другим родным, так что спасибо, брат, спасибо от души. Ну что, сейчас разогревочный, и потом у нас час воодушевления, час рискованной атаки, бля, ещё час воодушевления, и ещё час какой-то лабуды. Вообще, нас сегодня ждёт такой же напряжённый день, как и вчера и позавчера, так что я вас всех категорически приветствую, насыпайте себе еды, вам катать ближайший час всё-таки придётся. Придётся, но так как это моя элита, моя элита, которая во всём этом завязана очень плотно, вы сами принимайте решение. Я, на самом деле, был бы очень рад, чтобы вам не приходилось страдать, вы могли расслабиться и посмотреть стрим, но всё на вашей совести, на вашем, как говорится, от вашего желания. Да, пацаны, да, рискую и не жаль. Поехали, первый разогревочный, и я думаю, сразу присоединимся к Павлу и начнём ебать колотить. Других вариантов нет. На самом деле, очень, казалось бы, просто, да, каждый день подрубил стримец, там, пять часов постримил, но, так или иначе, режим приедается, и он, он истинно показывает, насколько важно разнообразие в танках, и насколько важны вот эти жгучие моменты, эти артопидоры по три штуки в команде. Они так важны, они столько горячих эмоций добавляют, что ты понимаешь, что здесь это, блядь, что это, какая-то изи-каточка, просто семь танчиков, ты знаешь, где они стоят, ты выехал, просветил их, пошёл, наказал, дал говна. В рандом заходишь, ничего не понятно, один ублюдок в одном кусте, второй на фугасах, три артопетуха тебе сверху насыпают, ты не знаешь, стоять тебе или ехать, или чё тебе вообще делать. Паника постоянная, неразбериха стопроцентная, так что мы до рандома доберёмся, у меня будет так пылать, я ж, наконец-то, превратился в самого себя за пять лет моей активности на канале. И потому, я думаю, я гореть буду просто мрачно, я буду мрачно, если у меня будет какая-то определённая цель, вы не узнаете Никитоса, это точно. Так, чё мы видим? Пока мы видим довольно интересный заход в туза от бата, и раз меня светили, значит, бат стоит в круге, но захвата нет, значит, не стоит. Раз. Давайте вы все так проедете, будет вообще по кайфу. Ой, хорош. Прям начало замечательное. Чё, чё, чё они будут делать? Поедешь туда тоже? Ну, давай. Ха, каждому за билетик! Хуя... Оу! Я читер! Так, Никитос, кинешь опять, отпишу сексдэ. Давно пора. Правильно сделаешь, потому что это вообще будет непорядок, если я вас снова проверну на одном интересном предмете и забью огромный толстый. Так что да, я тебя прекрасно пойму, брат. Продолжение следует...